Это одно из самых частых заблуждений, которые дают люди. Ты потолстел, иди занимайся физической нагрузкой и похудеешь. И многие так и делают. И пока они занимаются физикой, пока они в спортзале по 6, по 7, по 8 часов проводят, действительно вес уходит, жир уходит. Но ты же не можешь в спортзале проводить по 6, по 7, по 8 часов, потому что тебе надо работать, у тебя есть дети, у тебя есть то, это, то. И ты просто пашешь, как лошадь. Ты свое тело доводишь до изнеможения. Твое тело изнеможено физической нагрузкой. И при этом, как только ты по каким-то причинам, непонятным тебе причинам, заболел, перестал идти в спортзал, вес возвращается и возвращается в 2-3-4 раза, порой даже больше. То есть и начинаются весы. И ты все время держишь себя в состоянии ежовых рукавиц. Поэтому все, что касается веса, тут надо работать системно, многогранно, со всех сторон. В первую очередь разобраться с питанием. Разобраться, что ты кушаешь. Потому что еще Вицена сказал, что питание – это лекарство, лекарство – это питание. Потому что очень много людей, кто ест пищевой мусор. Пищевой мусор в прямом смысле этого слова. Особенно после тренировки. Ты сильно напахался, ты очень устал. И большинство людей выходят, кушают какие-то протеиновые батончики, надеясь на то, что они точно не предоставят чего-то плохого. Но кроме этого, то есть физические нагрузки – согласно, но не как лошадь, а все-таки иметь свое понимание. Питание – тоже обязательно. Второе – разбираться с кармическими процессами. Посмотреть на своих родителей, посмотреть, какая генетика. Что такое карма? Это то, как думают родители, думаешь и ты. Смотрите, вот человеку, я сейчас работаю с мужчиной, у него почти 160 килограмм веса. И я его задала вопрос, когда ты начал поправляться? И он говорит, когда занялся бизнесом. То есть он, как начальник, у него в подчинении 12 человек, ему нужно быть тяжелым. То есть он зашел в кабинет, и он своим грузом веса давит на подчиненных. То есть он не силой духа с ними работает, а телом. То есть он стал большим начальником, он стал тяжелым начальником. И в итоге он себе разрешил быть вот таким массивным. Тяжесть тела может быть из-за того, что у тебя тяжелые мысли в голове, что у тебя тяжелое сознание. Поэтому тут надо работать и с мышлением, и с установками. Например, работала с одной женщиной, и у нее такая установка. Если я похудею, я буду тощая, как вобла, и меня будет ветром подбрасывать. Продолжение следует...